Антон Палч Чехов Радость Было двенадцать часов ночи. Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. Откуда ты, удивились родители, что с тобой? Ох, не спрашивайте. Я никак не ожидал. Нет, я никак не ожидал. Это, это даже невероятно. Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья. Это невероятно. Вы не можете себе представить. Вы поглядите. Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись. Что с тобой? На тебе лица нет. Это я от радости, мамаша. Ведь теперь меня знает вся Россия. Вся. Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. А теперь вся Россия знает об этом. Мамаша. Ой, господи. Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел. Да что такое случилось? Говори толком. Вы живете, как дикие звери. Газет не читаете. Не обращаете никакого внимания на гласность. А в газетах так много замечательного. Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется. Как я счастлив. О, господи. Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают. А тут взяли, да про меня напечатали. Что ты? Где? Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату. Да-с, про меня напечатали. Теперь обо мне вся Россия знает. Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память. Будем читать иногда. Поглядите. Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом. Читайте. Отец надел очки. Читайте же. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать. 29 декабря в 11 часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров... Видите, видите. Дальше. Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной в доме Казихина, и находясь в нетрезвом состоянии... Это я Семен Петрович. Все до тонкости описано. Продолжайте. Дальше, дальше. Слушайте. И, находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика крестьянина деревни Дурыкина Юхновского уезда Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку... Это я обоглоблю, папаша. Дальше вы, дальше читайте. Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь. Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь. А-а-а, то-то вот теперь по всей России пошло. Давайте сюда. Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. Побегу к Макаровым, им покажу. Надо еще и Ваницким показать. Наталье Иване, Нанисему Васильевичу. Побегу, прощайте. Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу. Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на онлайн till выполненный записи. Прощ estable vuelreet og больше masters на исключительно�로 döding. DR. Фуражку с кокардой и трудно сдвиж đến. Продолжение следует... Мения его, еслиunder фуражку с кокардией и папиши, запевшись с кокардой и científicой. Прощатель Lazar...